Именно отсюда растут корни всех цветов, которые украшают клумбы города. 211 тысяч штук. В этом году запланировано к посадке. Сальвия, Алисум, Петуния, Бегония и Резине, Пеларгония совсем скоро расцветут на клумбах. Мы садим такие барсетки, сеем под семянки, чтобы не ломать, чтобы корневая система не нарушенная была. Вот так вот вытаскиваем на барсетки, набиваем луночки, ставим. Цветок целый, ничего не делать. Клумбы города стоят в цвету в тёплое время года, но работа в теплицах не прекращается круглый год. Здесь не только занимаются рассадой, но и разрабатывают проекты озеленения. Вначале планируется это всё на бумаге, подбирается гамма цветовая, рисунок. Потом выходим в город, разбиваем рисунок, разграбляем всё, наносим рисунок и начинаем, приступаем к посадке. Необыкновенные тюльпаны украшают транспортные развязки у Суриска. Их садили ещё прошлой осенью. Как только они отсветут, на смену им придут другие растения. Кстати, в этом сезоне внедряют и новые идеи украшения клумб. Например, высаживают кустарник. Вот у нас Пушкина краснознамённая кустарник. Ну, также вот вы видели, у нас Агеева краснознамённая была практика, у нас там ёлочка была посажена. Ну, такую практику теперь будет Пушкина краснознамённая. В этот раз, в этом году вроде как круг, а на следующий год, наверное, всё-таки запланируем, треугольники тоже будут там рисунком уделяться. Работа этой бригады начинается практически с петухами. Всего 10 человек. Этими силами весь город будет украшен цветами. Ежедневно вооружившись рассадой, они, невзирая на сильный ветер, дождь или жару, выполняют своё дело. К этим прихотливым питомцам нужен особый подход, говорит Надежда Ревенко, специалист с 15-летним стажем. Это много чего значит. И земля, чтобы была хорошая, и чтобы болезней никаких не было. С хорошим настроением приходишь всегда на работу, чтобы душа радовалась. Посадка вот это вот всё. Они у нас как дети. Растения это как дети. За ними уход, всё вот это вот надо. Высадить цветы на кломбы – лишь часть дела. Нужно, чтобы прижились. Для этого их будут поливать и удобрять, а ещё пропалывать от сорняков. По графику к середине июня все цветы должны быть высажены. Почти 3000 квадратных метров отведено для этой цели.